Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин. И сегодня я хочу порекомендовать вам прослушать, просмотреть видеообращение национального епископа России Павла Сергеевича Башни. Не забывайте подписываться на наш канал «Взгляд с небесный», ставить лайки, репосты и колокольчики. Благослови вас, Господь! Дорогие братья и сестры, Господь дал нам жить в непростое, но очень интересное время. А это значит, что Бог верит в нас с вами, верит, что мы способны, как Его служители и как Его народ выполнить Его миссию в этих обстоятельствах. Сегодня очень многое свидетельствует о том, что мы с вами вошли в очередное время перемен. Привычный образ жизни большинства людей разрушился. Люди в том числе и многие христиане дезориентированы и не знают, как дальше жить. Но те, кто застал трудности 90-х годов, помнят, что это было время не только трудностей. Перемены стали и временем посещения нашей земли Господом. Именно в это кризисное и сложное для многих наших соотечественников время стало возможным открыто проповедовать Евангелие. Много людей обратилось ко Христу. Появились и выросли церкви. К концу 90-х жить стало полегче. Многие стали в нашей стране получать возможность получше обустроить свои жизни, вкладываться в образование детей, строить им лучшее будущее. В 2000-х волна духовного пробуждения спала, и пасторы задавались вопросом, как продолжать активное благовестие и помогать новым людям выстраивать отношения с Богом. Но многие из нас имели понимание, что такое благополучное, но духовно малоактивное время не навсегда грядет новая волна Божьего действия. Братья и сестры, и это время настало. Новая волна поднимается. Исходя из глобальности начавшегося кризиса, можно утверждать, что теперь Божье посещение касается всего мира. Пришел суд, общество употребления, которое всех людей загоняло в гонку за новыми приобретениями. Надеюсь, что как верующие мы уже прошли или же завержаем прохождение судов, которые начинаются с Дома Божьего, чтобы приготовить нас к его действию в мире, и чтобы нам не быть судимыми с миром. Смотря назад в 90-е годы, многие лидеры понимают, что мы не смогли позаботиться о большей части урожая, который Бог нам посылал. Из-за того, что не знали, как это делать, мы умели вести людей к примирению с Богом, но не очень хорошо помогали им возрастать во Христе. Многих из нас бросили воды духовной жизни, и мы сами научились плавать. Поэтому мы и ожидали, что пришедшие к Богу люди тоже так же само смогут. Сильнейшие выживали, а многие, не получив поддержки, уходили из церквей. Дорогие мои, прошу вас, с милосердием Божиим, давайте извлечем уроки из прошлого и приготовимся к новому духовному урожаю, который Бог готов послать на нашу землю. Большинство из вас не первый год следует за Христом, и вы можете стать наставниками для тех, кого Бог приведет в нашей церкви. Но многим, к сожалению, не хватает подготовки к этому служению, а значит мы снова можем потерять большую часть урожая. Хочу в этом видео обратиться ко всем вам с очень важным предложением. В нашей ассоциации есть замечательные ресурсы, которые помогают верующим быть лучше, приготовленными к служению. Я говорю о нашей семинарии в Москве. На время самоизоляции семинария в три раза снизила стоимость своих онлайн-курсов. Есть даже материалы, выложенные в открытом доступе. Моя огромная просьба, чтобы люди в наших общинах начали активно использовать этот ресурс, так как это необходимо для повышения уровня наших знаний. Я верю, что это поможет нам повысить качество и эффективность нашего служения, сделать его более библейским, назидательным и содержателем. Рекомендую вам начать незамедлительно ваше духовное образование, так как сейчас для этого самое подходящее время. Друзья, не полагайтесь только на свой опыт жизни с Богом. Образование – это то, что делает нас здравыми и способен не увлекаться разными духовными поветриями, а также оно снаряжает нас для более эффективного служения. Скажу честно, мне немного обидно за нашу ассоциацию Церковь Божия. Есть другие содружества церквей в нашем союзе, которые подготовили уже много служителей и лидеров, используя ресурс нашей семинарии. А мы не пользуемся благословениями, которые у нас под носом. Дорогие мои пасторы, лидеры, все активные верующие нашей церквей, зайдите на сайт онлайн-программы, которые есть в описании к этому видео. Выберите один или несколько онлайн-курсов, которые помогут вам лучше приготовиться к труду, к которому вас призывает Господь. Начните изучать эти курсы. Вам не нужно никуда ездить. Наши лучшие учителя будут делиться с вами ценными знаниями и опытом через интернет, к которому сейчас у всех у нас есть доступ. Все ссылки к доступу к онлайн-курсам вы найдете в описании под этим видео. Друзья, я хочу сказать, что время коротко, и Бог спросит с нас о том, как мы его использовали. Жатва созрела, и ее много. Богу нужно приготовленные делатели. Находясь на самоизоляции и леча, как жить в новых условиях, меняющихся мира, помните, евангельское обетование. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Давайте искать, как нам быть хорошо подготовленными к труду на Божьей Ниме. Нам предстоит много потрудиться. Еще раз обращаюсь ко всем пасторам, ко всем епископам, ко всем активным служителям наших церквей. Моя огромная личная просьба. Пожалуйста, смотивируйте ваших людей, вашу молодежь, активных лидеров, для того, чтобы они начали использовать образовательный ресурс нашей семинарии. Просьба также, чтобы вы распространили это видео, и оно стало доступно большему количеству людей. Спасибо вам. И до благословения всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok